Буквально несколько минут назад стали известны шокирующие новости о сыне Руслана Байсарова и Кристины Арбакайте, 25-летнем Дэнни Байсарове. Вчера один из видеоканалов выпустил заказное подлое видео против сына Руслана Байсарова и Кристины Арбакайте. Вчера на российском телевидении произошел колоссальный скандал, который закончился летальным исходом для одного из членов семьи Руслана Байсарова. Авторы позорного канала назвали Дэнни Байсарова трусом и предателем и позором всего чеченского народа. Якобы молодой человек прячется от своего отца и сбежал за рубеж, скрываясь от мобилизации. Узнав об этой страшной клевете, президент Рамзан Кадыров и Руслан Байсаров подали в розыск на хозяина данного видеоканала и обратились к зрителям в прямом эфире на чеченском телевидении. В частности, Руслан Байсаров жестко ответил на клевету против своего сына. Цитата. Эти подлые шакалы, которые оскорбили и унизили моего сына, получат на полную катушку. Ими уже занимается следственный комитет и хозяин лживого видеоканала будет арестован. Назвав моего сына трусом и предателем, эти люди оскорбили не только Дэнни Байсарова, но и меня лично, мой род, мою семью, президента Рамзана Кадырова и весь чеченский народ. Среди чеченцев никогда не было трусов. Такое оскорбление является смертельным для моего народа. Я всегда воспитывал Дэнни настоящим мужчиной и порядочным человеком. Мы с моим сыном еще в сентябре 2022 года защищали Россию и участвовали в спецоперации. Я потерял руку, сражаясь с врагами, а мой сын был госпитализирован. Очень обидно, что в эту клевету поверили люди, которые до недавнего времени поддерживали моего сына. Но я уверен, что есть много грамотных и умных людей, которые прекрасно понимают, что это подлое заказное видео специально направлено против Дэнни Байсарова. «Я обещаю вам, дорогие друзья, что авторы заказного видео будут строго наказаны, а хозяин позорного видеоканала скоро окажется в тюрьме», – жестко заявил Руслан Сулимович Байсаров. Полностью поддержал своего товарища и президент Чечни Рамзан Кадыров. Рамзан Ахматович назвал клевету против Дэнни Байсарова личным оскорблением по отношению к себе и всему чеченскому народу. Кадыров заявил, что хозяина заказного видео ждет судьба Никиты Журавля, который сжег Коран у мечети в городе Волгограде. Возмущенный чеченский народ потребовал полного опровержения этой позорной новости и сегодня в центральных СМИ появилась полная информация о Дэнни Байсарове за последний год. По данным центральных СМИ и сводки спецопераций, еще в сентябре 2022 года Руслан Байсаров и его сын Дэнни по собственному желанию участвовали в спецоперации. Отец и сын оказались в тяжелом положении и оказались в окружении. Ценой собственного здоровья они помогли спасти жизни 10 российских ребят. В результате тяжелейшего ранения Руслан Байсаров потерял правую руку и она была ампутирована, а Дэнни Байсаров оказался в военном госпитале. Примерно в это же время в семье Кристины Арбакайте произошло чрезвычайное происшествие. Никита Пресняков вместе со своей сестрой Клавой в Соединенных Штатах Америки попадают в трагическое ДТП. Авария случилась на набережной и дочь Кристины Арбакайте, Клава, упала в воду и провела там два часа. После этого у Кристины Арбакайте развивается опасное заболевание почек. Клаве срочно требуется донор по пересадке важного органа. В марте 2023 года Дэнни Байсаров по собственному желанию и личному благородству становится донором для своей сестры и отдает ей свою почку. После этого у отважного молодого человека появляются серьезнейшие проблемы со здоровьем, которые доводят его до коматозного состояния. К сожалению, стало известно, что скандал, который произошел с Дэнни Байсаровым, трагически отразился на члене семьи Руслана Сулимовича. Не выдержав подлого броня, которое было направлено на Дэнни Байсарова от разрыва сердца, скончалась его бабушка и мать Руслана Сулимовича. Помимо этого стали известны последние новости о состоянии здоровья Дэнни Байсарова. Появилось сообщение, что у молодого человека, который последние два месяца находится на лечении в городе Грозном под присмотром Рамзана Кадырова, появились проблемы с сердцем. Совсем недавно он перенес сложнейшую операцию по удалению опухоли с единственной почки, но медицинское вмешательство закончилось неудачно. Сердце молодого человека не выдерживает повышенной нагрузки организма. На данный момент речь идет о еще одной медицинской операции по пересадке искусственного сердца. Кроме этого, журналисты поинтересовались у Руслана Байсарова, был ли его сын за границей вместе с матерью, как утверждает заказное видео. Руслан Байсаров заявил, что все фотоматериалы заказного видео очень старые и датируются 2020 годом, то есть за два года до трагических событий.